Металлические ограждения вдоль уральских улиц появились порядка 10 лет назад. Их установили в целях безопасности. Заборы препятствовали пешеходам перебегать дорогу в неустановленных для этого местах. Многие горожане уже привыкли к металлическим ограждениям и не понимают, зачем их нужно убирать. Город без заборов этот проект реализуют по поручению Акимобласти. Многие из горожан недоумевают, кому же помешали вот эти ставшие привычными ограждения. Нежелательно, конечно, убирать. Там хоть чистота, порядок, а это все будет опять весь мусор там. Будут ходить, и ни зелени не будет. Не знаю, что-нибудь оригинальное пусть придумывает. Вон на Жизире же огородили все, чтобы не топтали ничего. Ну тут у нас ни коз, ни коров нету. Еще зачем убирать, я не знаю. Раньше так было хорошо, удобно. Траву всю будут мять, собак туда будут выводить. И так далее, и тому подобное. Но они должны были быть. Были же всегда. В Акимате областного центра заявили, что современные реалии диктуют новые правила. Металлические ограждения создают барьеры, и сейчас их демонтируют во многих городах. Уральск должен стать более открытым и комфортным для его жителей и гостей. По заданию Акимовой области ведутся работы по демонтажу ограждений. Это ведутся по шести участкам. Это проспект Назарбаева, проспект Евразия, улица Сармдатова, улица Гагарина, улица Хромоваза и Жукова. Цель этой программы является расширение зоны отдыха населения, а также улучшение облика города. Вместо этих ограждений планируется установить либо живой изгородь, либо малый архитектурный форм. Разные формы. Это наш план. Новый проект уже нашел поддержку среди горожан. Я считаю, что это правильное дело облагораживания городской архитектуры. Ну и для глаз приятно все-таки. Лето, весна. Я думаю, что среди заборов это не так плохо, так как в крупных городах заборов вообще нет. Там есть газоны, где люди гуляют с собаками, где они могут сидеть на газоне. И я думаю, что у нас скоро будет так же. Демонтированное ограждение пока складируют на базе ТО «Жаек-Тазакала». Роман Копняев, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42.